25 марта, письмо называется «Воображаемые друзья». Добрый день, Юлия. Меня также зовут Юлия. Здравствуйте, Юлия. Мама очень чувствительная, эмоциональная, милейшая девочка возрастом 3-4 месяца. В родах была травма 6. Систематически наблюдаемся у невролога, остеопата, делаем массаж, эфтерфорез и прочее. В семье обстановка не идеальная, но и не агрессивная. Я от усталости иногда ругаюсь, но не шлёпываю. С мужем бывают перепалки, но тоже не слишком часто и ненадолго. Сложно оценить, но, думаю, средняя статистическая семья. В районе 3 лет был истеричный, тяжёлый период месяца 3. Сейчас истерик нет, но очень резко, негативно реагирует психоид. Там, наверное, у вас кризис 3 лет был, наверное, да? Сейчас истерик нет, но очень резко, негативно реагирует и психоид. И первый вопрос связан именно с контролем эмоций. Может, посоветуйте приёмы и способы, как отучить контролировать всплески? Как научить контролировать всплески? Объясняю спокойно, что надо сначала обсудить, объяснить, что тебе не нравится, и мы подумаем, что делать. Но пока не успевает до психа подумать. Многие даже взрослые ходят на курсы контроля гнева, управлением гневом. Тут маленькая-то... В 4 года только начнётся эмоциональное развитие, эмоциональный интеллект, развитие эмоционального интеллекта. Можно ходить туда, на эти курсы. Пока маленькая. Но не успеваем, псих начинается. Самая основная особенность – это бесконечные ролевые игры. Дочь рано пошла и рано заговорила. Не было никаких детских слов типа «какай», «пи», «пи» и прочее. Сразу же нормально стала говорить. К 2 годам полноценная речь. С этой речью пришли в нашу семью огромное множество персонажей из книг. После 3 лет ещё и из мультиков. Не часто смотрим. Ребёнка не интересуют конструкторы карандаши, зато в куклы фигурки играет постоянно. Сейчас уже и куклы не нужны. Каждую прогулку с нами гуляют невидимые мамонты, зайчики, буратины, мальвины и так далее. Просто компания состоит... Часто компания состоит из 2-5 персонажей. Бывает очень странно выглядит на улице, когда она сидит на дороге и на ладошку зовёт невидимого зайчонка или смотрит в сторону невидимого принца и закатывает глаза, изображая капризную принцессу. И постоянно я должна озвучивать того или иного. Причём сказанное по своей инициативе не всегда воспринимается, а нужно сказать именно то, что она требовала. Пусть буратины скажут, Алёна, что у тебя в руках? И попробуй не повтори. Занимаемся лепкой и прочими развивашками. Но приходит всё к тому, что даже в бродилке, фишке начинают разговаривать. Пусть красная скажет туда, пусть красная скажет туда не хочу, а хочу туда, и синяя пусть её толкает. 85% времени она принцесса или мальвина, или снегурочка и прочее. Мне самой надоели эти игры, особенно когда занимаюсь своими делами по дому и слушаю крики, что оказывается наступил новоображаемого животного. Переживаем уже, что она погрязла в фантазиях. Где-то грань между бурной фантазией и уже клиникой в кавычках. Простите, что так много слов. Заранее благодарю, спасибо. Так, давайте ещё раз посмотрим, когда это всё это появилось. Так, с двух лет полноценной речи. Вот пришли книги и персонажи с двух лет, а сейчас ей 3-4. То есть где-то полтора года уже во всём этом она находится. Так, 3-4. Слушайте, ну, Юлия, Юлия, есть такие дети, у которых такая вот бурная фантазия. И в будущем они найдут себе применение. Это театральная деятельность, это фантазирование, это прекрасное сочинение, это рассказывание замечательное у доски, пересказывание всякое. Ну, то есть тут нужно увидеть плюсы. Если у вашей дочери, кроме эмоциональности и вот такой вот фантазийности, нет больше другого, нет избирательности в еде, в одежде, в игрушках, в людях, в местах посещения, с этим буду дружить, с этим не буду, это надену, не надену, она такая вот, всё не хочу, завтра не хочу, есть других странностей, никаких нет, то может быть потерпеть, может действительно человек одарённый, творческий, и в будущем найдётся себе применение. Вот прям чуть-чуть вам осталось, прям полгодика подождать, и можно отдать театральную деятельность. То есть в четырёх лет уже есть группы, классы вот по этому делу, и представляете, она наконец-то выплеснет всё это на сцене, в костюмах, в париках, в макияже, они же там наряжаются, роли какие-то, наконец-то она найдёт себе применение. И также в четыре года можно будет уже отдать, или там в четыре с половиной, не помню уже, отдать на эмоциональный интеллект. Тоже такие, в каждом городе есть такие курсы, где дети учатся понимать свои и чужие эмоции, понимают откуда что происходит, в общем они совсем другие становятся, такие вдумчивые, рассудительные, понятливые, не истеричные, не истероидные, в общем, может быть чуть-чуть подождать. Если есть другие какие-то странности, то давайте тащить ребёнка прямо к психологу на диагностику, на консультацию, на ковыряние во всем вашем, когда это что произошло, обследование какие-то, обязательно тесты, игры, и может быть в процессе коррекционных каких-то занятий, может месяца два всё это дело куда-нибудь исчезнет, если правильно коррекционная методика будет подобрана, если действительно там психолог увидит что-то, какие-то проблемы. А так из письма я не увидела такого прям что-то. Может быть она плохо пережила кризис трёх лет и осталась как бы неудовлетворённой. Вот единственное у меня здесь вот какая-то вот такая мысль приходит на ум, что когда дети неправильно проходят кризис трёх лет, тут же появляется становление себя, сепарация от родителей, своё я, я могу, я ответственная, я взрослая, я отделяюсь. В общем, здесь много чего идёт, и борьба левого плора в полушарии я вам рассказывала. Кто главнее, кто не главнее, может быть она левша, кстати, у вас по натуре пишет, что может правая, а там в голове может быть она левша. Тоже тест нужно пройти, у нас здесь видео есть на канале, наберёте тест на левшество. Там левшество, правшество, я много таких видео делала. Вот, можно протестировать, может быть она в душе у вас, то есть в голове у вас правополушарная, то есть она левша. Просто из-за того, что были проблемы в шее, может был порос по левой стороне, это я тоже порез, порос, господи, порез. То есть слабая была левая сторона, и не смогла она ею писать, и перекинулся функцию направо. Но это не значит, что она правша в голове, может быть она левша от судового, кстати, вот этого воображения и эмоциональность. Тогда точно это останется на всю жизнь. У нас здесь видео были. Я, наверное, постараюсь прикрепить это видео, найти, чтобы вы не искали. Вот, совсем недавно мы рассказывали, разговаривали над темой, или я в YouTube не выкладывала, в Instagram. В общем, я постараюсь приложить, чтобы вы посмотрели. Вот, тогда такой ребенок останется на всю жизнь. Здесь ничего не сделаешь, просто вот нужно как-то вот подстраиваться, знать, что эмоции зашкаливают, да, плохо контролировать свои эмоции, и только вот загружать эти эмоции логикой. То есть, видите, заводится, что-то прям уходит в фантазийный мир. Ну-ка давай кроссворды поразгадываем, лабиринты проходим, ну-ка кто здесь четвертый лишний. Ну, какую-то такую тетрадочку подсунули, или какие-то разговоры такие интеллектуальные, на логическое мышление завели. Вот, и переключили эти эмоции на левое полушарие, чтобы начала работать логика и мышление. Вот, но это в видео там послушайте. Я подумала еще, что неправильно прошла кризис трех лет. То есть, она не получила от вас поддержки, что да, ты личность, ты взрослый, я тебя слышу, я тебя слушаю, как думаешь, что мы сейчас будем делать, куда мы с тобой сейчас пойдем. То есть, вы не, скажем так, продолжаете к ней как маленькой относиться. И ей здесь уже в этом, в реальном мире становится неинтересно, из-за того, что ее здесь не понимают, не ценят, не уважают, скажем так, не понимают, что она выросла. И она уходит в фантазийный мир, потому что там ценят, уважают, там не критикуют, там не заставляют, там может быть детско-розитские отношения, вот что-то здесь после кризиса неправильно что-то. Тоже кризис, посмотрите, у нас очень много видео по поводу кризиса трех лет. Правильно вы его прошли или неправильно? Слышите вы дочу, вы у нее спрашиваете, когда вам без разницы, допустим, что готовить, куда пойти, что надеть, какую сказку читать, вы спрашиваете у нее ее мнение, она решает вот такие вот, ну, скажем так, неважные для вас вопросы, или вы по-прежнему к ней относитесь, к маленькой, глупенькой, и это, каморожески утяпнуть, и диктуете, что ей надеть, что ей есть, куда ходить гулять, что читать, и вот как это происходит. Здесь тоже нужно покопаться. В общем, вот выбирайте. Если других странностей нет, подождите, и посмотрите, как кризис прошел. Если есть другие странности, то пойти, в общем, к психологу, и пусть она девочку посмотрит. 25 марта, воображаемые друзья, Юлия, 3, с половиной года ответили.